Я вас красивую, доблазливую Даню Татарчук, ПТС, которая у нас здесь бывает регулярно, что нам очень нравится. И она нас ждет несколько своих пучков. Пожалуйста, Даша, я бы сутка не вижу, что я бы хотела. Добрый вечер всем. Очень рада снова здесь быть, как последние пару раз не получалось. Я сейчас выбраться смогла теперь. Я прочитаю стихи о весне, о любви, снов и грусти. В общем, все как обычно. И первый называется «Я жду весну». Я жду весну, цепляясь надежды, Что все изменит листь календаря. Обчали грусть, что жили в сердце прежде, Уйдут с холодным ветром февраля. Я жду весну, хотя и знаю правду, Что не меняет жизнь календаря. Ждать селокошка, но в ней не надо, И изменяться лучше внутри. Спасибо. Второе стихотворение тоже легкое, Об уходящей зиме. Называется «Зимняя любовь». Влюбленная обнимет нас зима, Последний раз побаловит румянца, Не написать разлуки ей письма, И потому так трудно расставаться. Весна смеется, дразится, Время нового, твой век любви Бесцелетен и не вечен. Но март любви, прощанье и поцелуи, И ветром шепот света. До новой встречи. Спасибо. Следующее стихотворение будет Любви такой чистой, прекрасной, Может быть, самой настоящей. Она одна бродила в туалете, А он с работы там же шел домой. Холодный ветер был, но в то мгновенье На них двоих повеяло весной. Ее позвал пойти он за собой, Чтоб души с тем ласково отогреться. На той аллее, встретившись с любовью, Он потерять ее боялся впереди. Она пошла, пошла за ним не смело, Не в силах верить счастью наяву, И поклялась любящей и верной Ему и большей жизни никому. Так полюбив друг друга с первой встречи, Они навек сплелись одной судьбой, И засыпали рядом каждый вечер, И наслаждались каждую зоню. Так не бывает, кто-нибудь мне скажет, Бывает все и в наш холодный век, Когда она родящая дворняжка, А он миронадушный человек. Спасибо, и последнее стихотворение Будет в продолжении прошлой темы Про собак. Эту историю я читала в интернете, Она очень ее кромила, И я решила написать о ней стихи. Называется просто «Собака». Золотистую шерстью собака Греет тело не зря чищенят, Молоко кормит жирный сладкий, Охраняет, пока они спят, Их животики пухлые ближе, Всю заботу свою отдает, Никому им роднее и ближе, И не важно, И пускай черно-белый помет. Никогда эта собака не знала Словь ненужный, чужой, неродной. Малыша стала любящей мамой, И не важно, что цвет не такой. Золотистых всех помнит однако, Как забыть им кровивку свою, Черно-белая, с ними собака, Где-то в церкви собачьем районе. Спасибо большое, друзья.